Всем привет! Добро пожаловать в Аленка Блог. Сегодня в кадре мои руки и моя косметика. Пришло время с чем-то расстаться, потому что я что-то посмотрела. Знаете, очень многими продуктами я не пользуюсь совсем. Какие-то продукты мне категорически не нравятся, и поэтому я хотела бы вам все показать, обо всем рассказать, что у меня must-have, что мне необходимо каждый день, а от чего я сегодня вместе с вами избавлюсь. Вот так я храню свою косметику в таких коробках и в шкафу. Ну, в шкафу темно, я не стала снимать шкафу, положила все на стол. Так будет нам с вами удобнее все обозревать. Так, начну вот с этой коробки. Давайте мы это вот так отодвинем. Здесь у меня помады и блески. Вот первое, что достаю. Марка Хера корейская. Это цветовая такая... цветная... цветовая, господи. Это такая палетка помад. Вот таких вот помад. Там была еще кисточка, но кисточка куда-то затерялась. Не хочу сказать, что она мне категорически не нравится, но пользуюсь ей крайне редко. Места она занимает очень много, поэтому, скорее всего, я от нее избавлюсь. Ну, не скорее всего, а точно. Вот эти, например, три цвета, они слишком оранжевые. Вот этот нюдовый, он приятный, но слишком светлый. Как бы яркие цвета, они недостаточно яркие. Ну, короче, это то, без чего я могла бы обойтись. Поэтому я откладываю ее в сторону. Давайте я, наверное, положу вот такую вот... Сделаю крышку. Вот так вот сейчас. Сделаем крышку. Вот такую. И сюда мы будем складывать то, от чего я избавляюсь. Вот здесь она будет стоять. Так, дальше идем по помадам. Так, это не помада, это кисточка от Кевина Квон. Очень хорошего качества. Она мне пригодится еще. Оставляем. Блеск для губ от Шанель. Вот такой вот красивый цвет, 192. Не пользуюсь. Не пользуюсь. Одно время валялся в машине он у меня. Он, знаете, он такой коралловый. Ну, можно сказать, никакой. Очень липкий. Волосы постоянно к нему прилипают. Поэтому я его тоже выкидываю. Так, дальше. Вот такой блеск тоже от Шанель. Он прикольный. Цвет 768. Сейчас я вам его покажу. Но он... Его очень сложно нанести ровно на губы. Посмотрите. Он ложится пятнами. Такой вот, ну, красивый готический цвет. Чего уж там говорить. Вот на сводче красиво. Но когда вы наносите вот это вот все на губы, получается черти что. Поэтому я его тоже ликвидирую. Так, дальше. Две помадки от Yves Saint Laurent. Я их достала недавно из холодильника. Потому что летом они просто таяли. Таяли на глазах. И я держала их в холодильнике. Вот этот цвет. Вот этот вот такой оранжевый. Оттенок 8FBB14. Вот такой вот он оранжевый. Я его пробовала и на губы, и на щеки. Не мой. Не мой совершенно оттенок. Подчеркивает очень сильно покраснение на коже. Ну, нет. Мне не подходит. Так что я, к сожалению, от нее избавляюсь. Потому что, знаете, вот вы держите эти помады. Очень красивый дизайн флакона. Ну, удовольствие как бы держать в руках. Любуешься на нее. Ну, зачем вот она лежит? Тем более, они так таяли. А вот этот вот оттенок, я буквально вчера его носила. Мне он нравится. Мне он нравится. Мне он подходит. 62P103. Он более такой розовый. Ну, тоже, ну, посмотрите, как она тает. Что такое-то? Во. Он приятный очень на губах. На щеки можно делать. Ее пока оставлю. Ладно. Оставлю. Так, дальше у меня здесь сразу выкидываю. Это не помады. Это марка Tarte. Это такие жидкие подводки для глаз. Одна такого цвета розового золота, а другая прям золотая. Это жидкая подводка. С одной стороны, она вот с такой кисточкой. И она как бы вот просто вот такая вот красивый глянец дает. А с другой стороны, та же самая кисточка, но она уже с такими вкраплениями блесток. То есть вы можете это наслаивать друг на друга, а можно отдельно это все носить. Но, слушайте, я носила пару раз и ту и другую. У меня краснели от них глаза. Ну, категорически я против. Они лежат у меня уже достаточно давно. На случай, знаете, если... Ну, я пойду куда-то на какую-то вечеринку или еще что-то. Но этого не происходит. Я все время про них забываю. Ну, короче, ну их нафиг. Так, выкидываем. Так, идем дальше. Вот такая помада Клиник. В коллаборации, так я понимаю, с Джонатом Адлером. Вот такой красивый очень у нее флакон. Ну, вы посмотрите, как она растаяла. Ну, что такое? Причем я ее тоже положила в холодильник. Вот, она прям вся лоснится. Я не знаю, то ли это у нас такой климат, то ли что. Ну, в общем, цвет хороший. Я его даже показывала в фаворитах. Ну, вот, она прям вся ломается. Выкидываю. Выкидываю. Жаль, конечно, но невозможно краситься такой помадой. Так, дальше идем. Джон Смитс Эн Культ. Такая американская марка. Они выпускают декоративную косметику и лаки для ногтей. Лаки для ногтей. Ну, вот, наверное, Шанель у меня любимый. Потом Диор, а потом идут как раз Смитс Эн Культ. Очень классная марка. Очень мне нравится дизайн. И цвет этого блеска. Her Name Pubbles. Вот так он выглядит. Я его не буду выкидывать. Мне он очень нравится. Он не липкий. Он приятно пахнет. Он стойкий, несмотря на то, что это блеск. Очень клевый. Так. Ну, Диор Максимайзер, конечно же, остается. Мак Велвет Тедди. Знаете, я очень редко им пользуюсь. Этой помадой. Ну, просто крайне, крайне редко. Это хороший нюд. Такой, знаете, он их классический нюд. Один из лучших считается. Но вот он нереально сушит губы. Просто нереально. Вот у меня были помады Lime Crime. И вот-вот где-то вот в таком же вот же... В таком же вот же, господи, что говорю. Ну, такая же у меня реакция вот на эту матовую помаду от MAC. Велвет Тедди. Цвет хороший, но губы потом вообще убитые. Так что я от нее избавляюсь. Ну, Байтери. Это вообще самые мои любимые помады. Одни из самых любимых. Майред у меня оттенок красный. Обожаю. Вот когда вы видите в видео я с красными губами, это всегда эта помада. И очень много комплиментов она собирает. Вот такая прекрасная помада-подарок от моей подписчицы Лизы. Лиза, не устану тебя благодарить за нее. Это помада от Lancome Rouge in Love. Вот в таком вот оттенке. Но несмотря на его такую яркость, на губах он превращается в такой вот, знаете, нежный бальзам. Ну, с таким оттенком цветочным. Очень красивая помада. Так. Любимый нюд от Shui Mura. Вот такой. Тоже практически всегда я в видео снимаю в нем. BG 923. Возьмите на заметку, девочки. Shui Mura. Просто обалденные. Обалденные помады. Моя новинка вот такая вот. Помада Kate Moss для Rimmel London. Тоже очень красивый нюд. Я прям приятно удивлена. Она хорошо пахнет. Пахнет вот прям розами. И держится, и стойкая, и приятная на губах. Прекрасно. И к ней же я купила тоже у Rimmel London вот такой вот карандашик. Им очень хорошо делать объем. Можете увеличить губы им. Он прям натуральный, натурального цвета. Вот такого. Вот так вот он выглядит. И оттенок у нас так и называется Natural 049 Natural. Натуральная помада. Так. Еще одна малышка красная. Вот такая. Это одна из самых моих любимых марок Chantecale. Оттенок называется Tulip. Это не стойкая помада, но оттенок просто бомба. Посмотрите, какой красивый красный. Обратите тоже внимание на помады Chantecale. Они не дешевые, но они обалденные. Они ухаживают за вашими губами. Они просто магические. Так. Шанельки. Вот такая вот коралловая оранжевая Шанель. Очень красивый цвет. И я ее люблю. Это номер 58 Rouge V. У меня все Шанели из линейки Rouge Allure Velvet. Моя любимая линейка. Так что вот эту вот помаду я оставляю с удовольствием. Так. Дальше идем. Шанель Rouge Allure 137 Obscure. Это, по-моему, очень старая помада. Такого странного, очень темного цвета. Крайне темного. И пришло ей время покинуть мою коробку. Она очень старая. Она очень старая. Я одевала ее пару раз. Один раз на Хэллоуин. Ну, это как бы... Понимаете, да? Rouge Allure Velvet 44 La Diva. Очень крутой оттенок. Оставляю, потому что, ну, такого оттенка я не встречала вообще. Еще пока ни у одной марки. Прекрасные, прекрасные. Хорошо держатся. Так. Дальше. Rouge Allure Velvet 64 First Light. И это оранжевая помада. Бомбического, красивого цвета. Но мне она совершенно не идет. Даже несмотря на то, что у меня голубые глаза. Загорелая кожа. Она смотрится просто ужасно. Извините. Вы идете туда. И следующая помада в оттенке Rouge Allure Velvet 42 Leclan Pente. Вот такой вот розовый. Ну, как же он мне желтит губы, девочки. Очень желтит мне губы. Избавляюсь. Избавляюсь. С сожалению. Розовые помады, это всегда такая, знаете, тяжелая ситуация. Нужно найти свой оттенок розового. Вот тот оттенок, это не мой. Мак. Мак. Вот такая у меня палетка таких вот блесков. Ей уже 150 тысяч миллионов лет. Это, по-моему, Дита Фунтизля делала для Мак. Коллаборация. Очень давно я ее покупала. Храню, наверное, да, из упаковки. Очень красивая упаковка. Ну, не знаю. Пользоваться не буду. Выкидываю. И липстик Queen. Зеленая помадка, которая на губах дает розовый оттенок. Просто подчеркивает ваш цвет губ натуральный. Очень прикольная, увлажняющая. Ну, как гигиеническая, только зеленая. Очень хорошая. Я, конечно же, ее оставляю. Так, вот наши помады. Закончили с вами. Ура, ура. Немножечко, немножечко почистили. Отставляем их в сторону. Смотрите, неплохо. Переходим вот в эту коробку. Здесь у меня, знаете, микс такого всего подряд. Touch Silk Canva. Это у нас праймер. Очень мною любимый. Бесподобный праймер. У него такая очень интересная консистенция. Ни у одной марки я такого не встречала. Естественно, я его оставляю здесь. Вот это пудра Chanel. Вот такая вот пудра. Я ее пользуюсь крайне редко. Но, знаете, выкинуть ее, конечно же, у меня не поднимется рука. Ни нога, ни голова. Ничего. Я ее оставлю. Я иногда ее использую, знаете, на зону декольте. Ну, так, на разные такие случаи. Так, вот такие вот румяна от корейского бренда 3SE в коллаборации вот с этими вот красивыми монстриками. Они высохли. Они высохли просто окончательно и бесповоротно. Это помада кушен. Ой, не помада, а румяна кушен. Ну, то есть вот так вот вы трогаете. Там еще можно что-то почувствовать, какую-то влагу. Но на самом деле на щеки они уже не наносятся. Очень хорошенькая коробочка. Прям жалко его, конечно, выкидывать. Ну, ничего, она лежит с другой стороны. Идите туда. Так, ну, метеориты вечная тема. Этим уже 150 тысяч лет в обед. Но они прекрасные. Они... Это хит-продаж у Герлен. Я ими очень редко пользуюсь. Но иногда пользуюсь. Они дают, конечно, обалденный холеный эффект на коже. Кожа вот с этой пудрой метеорита, конечно, выглядит очень красиво, очень холено. Роскошно, я бы сказала. Надо не лениться, надо, конечно, ими пользоваться. Я их, конечно, не выкину. Что вы, что вы. Метеориты вот такие дорожные версии. Вот с такой пуховочкой. Тоже обожаю за запах, за красивый дизайн. Остаются. Так, дальше у меня есть вот три таких палетки от Шанель. Это тестеры. Тестеры. И я их все очень люблю. Вот этой пользуюсь редко. Ну, знаете, я тут в каком-то видео была в ней, в этом цвете, и вот в этом, в двух вот этих цветах. И многие спросили, что это за палетка. Я люблю тени Шанель. Вот эти четверки, однушки и жидкие тени Шанель. Люблю. Вообще марка Шанель, конечно, одна из самых моих обожаемых марок. Так, значит так, бархатистые, хорошо наносятся на глаза, очень стойкие, красивая цветопередача, насыщенные цвета, приятные, благородные. Даже вот этот вот розовый, так, вот он, он очень красиво смотрится. Ну, вот на моих голубых глазах он прекрасный. Палетка 228 Tisse Kambon. Так, вот эта палетка 236 Tisse Fantasy. Очень хороша, очень хороша. Посмотрите, розовый уже практически закончен. Вот я обожаю Шанель, я обожаю их палетки, обожаю сочетание цветов. Мне нравится, ну, мне все нравится. Мне нравится качество. Это Шанель. Где бы вам показать? Посмотрите, какой нежный оттенок. Это нужно, конечно, приходить в магазин и пробовать, 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 делать сводчи. Обязательно найдете свою идеальную. Вот этой палеткой я пользуюсь реже, но пользуюсь, потому что, ну, не знаю, она очень яркая. Она вечерняя, она такая, знаете, очень экстравагантная. Вот эти вот синие, они просто очень синие. Посмотрите. Посмотрите, как красиво. Посмотрите. Она фантастическая. 244 Tisse Jazz. И вот этот вот темный, потрясающий. Это потрясающе. Я люблю наносить тени пальцами. Иногда я делаю какие-то сложные макияжи с растушевкой, но крайне редко. Это не моя вообще тема. Значит так, вот эта коробка такая, она у нас вся. Не вся, за исключением румян. Она у нас осталась. Я очень рада этому. Так, дальше. Дальше вот такая вот коробка. Здесь тени. Я думаю, что практически все они останутся. Шанты Каль. Я уже вам показывала. Gardens of Marrakech. Одни из самых любимых. Вот эти вот две палетки от Шанты Каль. На каждый день лучший палеток я просто не встречала. Вот они и Шанель, они великолепны. Великолепны. Это Gardens of Marrakech. А это Монте-Карло. Великолепны. Великолепные футляры. Хорошо брать с собой. Хорошее зеркало. Качество на высоте. Так, дальше. Шанель матовая палетка. Вот такая вот матовая. Но это, по-моему, хит. Я ее очень люблю носить именно осенью, зимой. Летом матовые тени я совершенно не люблю. Потому что, ну, жарко. Жарко. Ну, как-то матовые тени летом... Ну, не знаю. Не мой стиль, что ли. Очень люблю эту палетку. Универсальная. Универсальная. Если хотите хорошую матовую палетку, вот она одна из самых лучших, на мой взгляд. Это... Вот так она называется. Le... Le... Или Le... Я по-французски не говорю. Четыре омбрес. Вот так. Она выглядит. И цвет это 268. Вот. Показываю вам название. Она прекрасна. Она прекрасна. Так, дальше. Это не палетка. Это вот такая пудра. Я ее вообще, девочки, не пользуюсь. Очень редко, когда, знаете, под глазами нужно что-то подсветить немножко вот кожу. В основном для видео. В жизни она слишком светлая, слишком такая... Ну, как мел. Ну, прикольно. Прикольно очень здесь кисточка. Оставлю. Оставлю такая вещь. Пригодится хозяйке. Хозяйке пригодится. Хозяйке на заметку. Так, вот это вот пудра. Люмьер д'Артифис беж. Это была лимитка. Это была лимитка. Вот такой матрасик. Она великолепная. Она великолепная. Она делает подсвечивающееся лицо. Подсвечивает лицо. Кожу лица. Очень красивый цвет. Ну, вот оно прям, знаете, даже как-то освежает лицо. Ее можно самостоятельно наносить. Даже без тонального крема. Хороша. Хороша. Не знаю. Сейчас, по-моему, уже они не продаются. К сожалению. Ну, какой-то аналог наверняка в Шанель ей есть. Так. Дальше. Вот это вот моя летняя палочка-выручалочка. Вот это троечка в оттенке 170 Beige Intense, румяна, консилер и хайлайтер. Прекрасный. Прекрасный. Это как дорожный вариант. Восхитительный. Две однушки от Шанель у меня. Вот такие. Что у меня тут уже упало. Вот такой вот золотая однушка. Она прекрасная. Она прекрасная. Это очень красивый цвет. Но ее мне нравится носить. Посмотрите. Тут прямо вот чистое золото. Мне нравится ее носить, когда я очень загорела. Когда бледное лицо, она смотрится странно. Ну, может, потому что голубые глаза. И вторая однушка. Очень мне она нравится. Она такая базовая. Базовая. Прекрасная. Вот такая вот матовая девочка. Вот такой вот матовый цвет. Такой грязненький. Но на глазах он смотрится очень достойно. Очень красиво. Цвет 22. Вот так. Пока все здесь отлично с этой коробкой. Две вот этих вот тенюшки от Шанель. По-моему, они уже сейчас не выпускаются. 827 цвет и 128. Вот такие вот они. Они... О, она высохла. Ну, еще набирается. Не могу их сейчас выкинуть. Потому что мне очень нравится, какой они дают эффект на глазах. Так, остаются, естественно. Две вот таких вот красивых Шантекаль. Оттенки я вам не скажу. Потому что они покупают... Я их покупала отдельно. То есть отдельно вы покупаете вот этот кейс. И отдельно вы покупаете тени в таком пластиковом контейнере. И я уже забыла, честно говоря, какой-то оттенок. Вот такой вот красивый, милый лавандовый оттенок. Тоже хорошо на каждый день. Под голубые или под зеленые, девочки. Глаза очень красивые. И вот такой оттенок. Но если вы зайдете на сайт Шантекаль, там вот вы его сразу найдете. Вы его увидите. По-моему, он называется то ли Прайд, то ли Сьерра. Ну, что-то такое. Вот такой вот кирпичный. С голубыми глазами уже сказала 500 раз. Хорошо они сочетаются. Ну, все. Эта коробка прямо у нас победитель. Из нее мы ничего не выкинули. Ничего не выкинули. Так. Дальше, что у меня тут раз фокус. Тени. Еще одна у меня. Вот такая вот палетка теней. Born to Run от Urban Decay. Наверное, к удивлению многих, я от нее хочу избавиться. Я совершенно ею не пользуюсь. А когда я только ее купила, у меня была такая эйфория. Мне казалось, что это лучшие тени на свете. Но на самом деле, через три часа они вот просто исчезают. Испаряются с ваших глаз. Да, цвета классные. Да, набираются здорово. Но, слушайте, когда ты с утра накрасился, идешь на работу, и потом в обед ты вообще не видишь ничего на своих глазах. Может быть, там нужно наносить какую-то специальную Urban Decay базу. Может быть, еще что-то. Ну, слушайте, когда вы утром быстро-быстро-быстро краситесь, ну, мне лично не до базы. Ну, и не знаю. Она очень много занимает места. Все мои Chanel и Chantecale, они, конечно, в разы, в разы, в разы, в разы лучше. Поэтому вот я ее отправляю вот сюда. Знаю много поклонников у марки. Ну, видимо, просто не моя, не моя марка. Так, дальше. Вот здесь у меня, вот здесь, две туши. Ну, слушайте, с тушью для ресниц у меня сейчас проблема. Hourglass вот эта уже заканчивается. Наверное, куплю себе большую. И вот такая у меня есть тушь из Японии. Мне ее привезли. Она называется Deja Vu. Они бывают, Deja Vu, по-моему, разные. Вот это вот в красном. В футляре очень хороший тушь. Если вы любите прям вот очень-очень-очень-очень натуральный эффект ваших ресниц. Она не склеивает ваши ресницы, не ложится комками. Хорошая. Хорошая натурального эффекта тушь японская. Так, румяна Chantecale. Вот эти вот я обожаю. Конечно же, я никуда их не дену. А румяна Chanel, опять повторюсь, мне они нравятся, но не помню цвет. По-моему, это была какая-то лимитка. Очень такой фуксиевый цвет. Кейс от других румян. Поэтому я их просто переставила. Поэтому румяна, которые вот эти розовые, я не знаю. Так, дальше. Румяна Nars. Вот такая вот лимитка. Я не знаю, есть они сейчас в продаже или нет. Здесь румяна. И вот этот вот белый альбатрос. Это хайлайтер. Я от них избавляюсь. Я от них избавляюсь, потому что... Ну, это как мелки для рисования. Это мелки для рисования. Очень матовые. Не нравятся совершенно. Не нравятся. Покупала, думала, буду пользоваться. Но сейчас у меня... Ну, кожа такая загорелая, персикового оттенка. Их практически не видно. Красивая коробка, красивое оформление. Но лежат без дела. Даже маме. Маме даже не понравились. Ну, ни о чем. Ни о чем продукт. Выкидываю. Бекка. Вот такая вот палетка Бекка в сотрудничестве с Джаклин Хилл. Джаклин Хилл. Она, по-моему, блогер какой-то американский. И здесь у нас набор. Набор из двух хайлайтеров. Просекка поп из Шампайн поп. Это хиты вообще марки Бекка. И вот двое румян и один бронзер. Редко пользуюсь. Крайне редко пользуюсь. Хайлайтерами вообще не пользуюсь. Потому что, ну, для меня это чересчур. Они очень яркие, очень желтые, золотые. Нет, не нравятся совершенно. Поэтому тоже идет сюда. Так. Сейчас мы вот так подвинем немножко. Нас с вами. Меня с вами. Сделаем фокус. И я вам покажу то, что у меня здесь. Тональная основа. True Match от L'Oreal в оттенке Honey. Мне она нравится. Я в основном ее использую для видео, для жизни. Она немножечко плотная для меня. Ну, даже не немножечко, а слишком плотная. Я люблю более натуральные основы. Но для видео она очень крутая. Так что рекомендую. Из бюджетных очень хорошая такая основа. Mark Jacobs. Вот такой вот хайлайтер. Знаете, девочки, я им вообще не пользуюсь. Ну, просто вообще никогда. Он белый. Он делает такую снежинку-вертушинку. Такую снежную королеву. Классный. Классное оформление. Такое, знаете, как дезодорант, да? В стике. Но лежит без дела. Поэтому отправляется сюда. Лежит без дела. Так. Pericon MD. No Makeup. Foundation. В оттенке TAN. Загара. Очень хорошая основа. Закончилась у меня. Куплю, наверное, на следующий год. SPF 30. Очень хорошее покрытие. Прикольное. Мне нравится. Я вообще люблю Pericon MD. за их такой уникальный подход. Тут у вас и как бы ухаживающие компоненты уже заложены в креме. И SPF. И хорошее покрытие. Очень приятное. Приятное, конечно, средство. Если ищите что-то такое уникальное, легкое, с защитой. Хороший аромат, кстати, здесь на лето. Pericon MD. No Makeup Foundation. Очень даже я бы вам рекомендовала. Хайлайтер. Мека косметика вот такой. Кремовый. Давайте вот сюда я его брызну. Мне он нравится. Мне он нравится. Его даже можно наносить, знаете, на вот ключицы. На ключицы, на зону декольте. Он такой прям приятный. Так. Это у нас все остается. И покажу вам мои новинки, от которых я просто без ума, которыми восхищена бескранично. Это Westman Atelier. Вот такой вот стик Foundation. Пользуюсь каждый день в полном восторге. В полном, в полном восторге. И от оформления, и от качества. Он кажется плотным, но когда вы его наносите на кожу, он просто распределяется в момент. Подстраивается под вашу кожу, под ваш оттенок. Очень хороший. А Westman Atelier. Румяна. Вот такие в стике. Хоп. И опять-таки растушевали. Все. И пошли. А сейчас вот с этими средствами, сейчас покажу еще третье, мой макияж утренний занимает у меня, ну, ровно 5 минут. Даже 3 минуты, если я не крашу ресницы. А Westman Atelier. Хайлайтер. Хайлайтер, вот какой я хотела всегда, о каком я мечтала. Влажный хайлайтер. Просто как будто у вас влажная кожа. Вот такой вот он прозрачный. Обалденный. Очень хорошая марка. Восхитительная. Хочу купить себе еще стик фаундейшн, немножко в более светлом оттенке. И другой цвет румян. Есть там у них такой персиковый. Очень такой милый. Так что вот такой вот у меня получился обзор. Длинный. Но процесс чистки, зачистки, процесс избавления, расхламления, он, конечно, занимает место. Вот у нас получилась с вами вот такая коробка на выброс. Здесь бегка. Здесь нарс румяна. Здесь у Ла-Ла Born to Run. Ну, не моя тема вообще. Перекон МД закончилась. Марк Джейкобс. Красивый, но лежит без дела. Высох, 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 высох. Не пользуюсь. Ну и все помады тоже. Что-то растаяло, что-то уже старенькое. Что-то не нравится, что-то не пользуюсь. Зачем им лежать? Это ни к чему. Все, на этом все. Надеюсь, вам понравился такой формат. Без моего лица, но зато с руками. Ну, зато с руками. Все. С вами была Аленка Блок. Всем пока. Чао-чао. Пока.